Ребята, всем здравствуйте! Мы сегодня всей семьёй едем в деревню, будем наслаждаться красотой природы, рыбачить и отдыхать. И вас вместе с нами приглашаем. Добро пожаловать! Welcome to Russian глубинка! Остановились вот на речке, умыться, дальше ехать. Красота какая! Тут хорюсы есть, рученики какие-то летают над водой. Вода чистая, прозрачная. Холодная-холодная. Здорово, Пётр Фёдорович! А я думаю, кота что ли везёшь? Кота, да! Кот приехал! В общем, приехали мы, ребята, за 180 километров в деревню. Значит, здесь у меня живёт дедушка с бабушкой. Живут они тут каждое лето получается. Есть дом, есть огород. Деду моему 80. Сколько деда? Семь пока что. Две восьмерочки доходит через месяц. Вот, представляете, деду 88 лет. Ездит на моторе. Сестру, кстати, зовут Наташа. Сестру, кстати, зовут Наташа. Обратно спускаюсь, там смотрю, тащит. Лещок хороший. Вытащил, видел. Вот только одна машина, по-моему, стоит. Те уехали, там сидели. Те уехали. Чеушет с ними всегда были. Те уехали. Ну все, ребят, приехали мы в Нижнюю деревню, где на лавочке нас встречает моя бабушка Марья Васильевна. Давай, внучек, что это он тащит? Ёжика что ли? Ёжик. Дед сказал, котенок, а это ёжик, видишь, у него? Ёжик. Это у него фотоаппарат туда. Эй, ты тоже с ёжиком ходишь? Ёжик это, дед. Ёжик. Ребята, я даже не знаю, будет вам интересно или нет, но я думаю, что будет. Я сейчас попробую вам показать дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пойдемте, ребят, сейчас покажу еще папин дом. Может быть он нам тоже покажет там что-нибудь интересное. Вот, кстати, он и есть. Вот он, маленький небольшой домик. Рядом с вот этим вот большим старым. Дом этот построил мне отец, своими собственными руками. Я ему помогал, дед ему помогал, дядя помогал. Ну, в общем, как-то вот так вот, общими силами построили. Сейчас я могу вам показать то, что скрыто у нас в нашем доме. Исторические артефакты. Первый артефакт. Вот эта пыль села на него. Катушка системы Лэмс. Как-то так вот она работала. Тормоз надо убрать. Надо восстановить ее. Руки не доходят пока. Весит он. Ну, килограмм-то, наверное, весит. И забрасывайте, приходилось, двумя руками. Потому что его не... О! Он клюет, надо удерживать его. Лобик тяжело забрасывать в воду. Он клюет. Одной рукой это невозможно сделать. А еще гнется, ломается. Двое, раз, и он. Потом приходится маленько поправлять так чуть-чуть. А то не заходит, не складывается назад. Это удочка. Все взрослое поколение вспомнит. Такие желтые удилища. Четырехметровые. Целые. Пробка только сломалась задняя. Выпадает колено тут. Ну, это ерунда. Самое интересное было в том, что на инструкции на удочку было написано воду не опускать. Потому что стеклопластик он разрушается от воды. Четыре метра. Был такой дикий дефицит. Мы ими так хорошо рубачили. После бамбука была вещь. Шикарная. Опа! Следующий артефакт нашей коллекции. Лыжи. Это нам достались по наследству. Лыжи-пыжи. Вот это да. Лыжи-пыжи. Настоящие охотничьи. Че тут? Костя меня сквозь. Изгиб у них только слабоватый. Снег цепляет. Но ништяк. Вот они две. Коронавирус не страшен. Зимаем за зайцами ходить. А, не, еще, видишь, как это стало? Да. Я тебя почую и толкую. Вот. Они просто так. Выбранные, как положено. Все. Остроги. А вот он. Ох. Ха-ха. Да. Опять-то острога. Остроги. А ведь рыбы было, будь здорово, любыми вилами тыкали. Тут вот отломились. Это крупняк попал. Отломил одну. Самая настоящая острога. Самоделка. Самодельная. Самоделка. А уже сварка была, видишь, вот. Вот. Самая. Здесь тоже варена чуть-чуть. Вот. А сколько им лет они еще не знают? Ну, года с 50, наверное. Не знаю. Не знаю. Вот орудие убийства. Да, орудие убийства. Добычи. Добычи было, да. Ну, как бы артефакты попал нам уже показал. Это вот в углу стоит посох. Посох рыбацкий. Мы с ним как-то на рыбалку ходили даже. Вот. Этот дом уже сам быт. Тут ничего особенного нету. Печка. Две кровати. Стульик. Печка вон, вон там пойдем. Печка вот. Место нашла. Надо же, вот. Глупая совсем. На бане? Вон на окошке на банном. А, ну вон я вижу ее. Вот. Видишь, гнездо. Не ходи, не ходи. Сейчас посмотри. Она подпускает близко. А потом и летает. Не ходи туда, подожди. А вон я вижу ее. Сидит на самом деле. Смотрит. Не с того, не с сего я увидел. Да мы че. Кто это тут сидит бляхомо. Надо же столько натаскать. Это самое гадости какое. Вот место нашла где. Вот сегодня сколько раз. Я оселилась на окошке бани. Это малину. Пойдем сейчас до моей бабушки, до Марии Васильевны, посмотрим. Она говорит, что обед уже там сготовил, сейчас посмотрим, чем будет угощать нас, моя дорогая бабушка. Нарыбачила, какую рыбу. Жареные хариусы. Хариусы жареные. Я старалась, чтобы горячие вас накормить, а вас все нету и нету. А вот у меня хариус, я покажу, какой хариус. Это дед, который поймал хариус это? Ооооо, ребята, тут вот это хариус. Грамм 700, наверное, есть. Конечно, я его вижу, для тебя я жду. Большой, большой. Хе-хе-хе-хе. Это куня. А у тебя вон эти есть. Тут вот русская печка старая. Вот. Все как положено, умывальник. Ручки помыть можно. Как раз вам по две рыбки. Третья. Семь штук помыть. Садись, кофе. Там баночку еще есть. Не распечатана. Байонет. Я просто не стала развалять. Не съем. Хлеба не резали еще. А соль где? По-моему. Ты видел, какой у меня лук длинный? Угу. Угу. Я, это, три пучка. Как ты, мои. Знаешь, еще он. Вот. Финтану лозит. Сейчас, ребята, чайку поставим. Кружечку нальем. И пойдем с вами на лавочку. Чтобы снасть собрать. ? Если. На лавочку. Ее не надо, не да. Вос Nicole. Куриное пстановление. 주ели. Куриное. Третья हимый металл. Ну все, чаек навел, теперь пойдемте ребята на лавочку, я вам покажу. Магелишка новая, приманки, катушку, все соберем и потом можно будет идти на рыбалку. Вот так можно сидеть, чай пить и никакой рыбалки не надо. В общем ребят, было у меня удилище, максимус пульс, и так по-дурацки получилось, я его сломал, зацепился другим спиннингом. И сломал вершинку в трех местах. Я его пробовал починить, но так ничего, у меня путнего из этого и не вышло. Вот и тут буквально пару месяцев назад со мной связались ребята с интернет-магазина Fishing Baits. В общем предложили мне на тест удилище Lucky John 1 Rex. Ну в общем я посмотрел, посмотрел, 2500 удилища стоит. Вот и взял длину 2,28 и тест от 2 до 9 граммов. Такое вот удилишко, оно с вклеенной вершинкой. Интересная, красивая рукоятка, вроде как бы хорошо так собрано, колечки везде все ровные. Ну в общем вот его мы сегодня с вами будем испытывать. Пушечка. У меня старенькая моя, райоби. Все без изменений. Давайте я вам еще покажу блесны, которые я с собой взял сегодня. На рыбалку. Вот. Что, все равно же интересно. Тут у меня получается мэпсики. Маленькие, разные лежат. Здесь немного воблеров. В основном тонущие. Нравятся салмовские воблеры. Вот. Такие вот интересные. Здесь маленькая коробочка. Универсальная. Ну тут как бы в основном джиг. Бесенка одна. Вот. Ну и коробочка со сборной солянкой. Тут вот рак есть такой вот. Очень хорошо окуни на него берут. Вот и так. Копыта тут лежат всякие разные. Ну вот и все. Больше-то как бы ничего тут и нету. Такие вот приманки. На них сегодня будем ловить. В общем, все, ребят. Сейчас мы перекусили. Поели окрошки. Попили чайку. Передохнули немного. Ну и в общем, налегче. Идем сейчас спиннинговать. К дальнему берегу. У нас тут возле дома рыба хорошо плюет. А мы как всегда в дальнему берегу. Ну и рыбы больше. Да, идем сейчас по деревне. Сейчас вам, кстати, покажу тут некоторые дома интересные. Большие красивые дома показывать не буду. Покажу. Прямо вот здесь, напротив дома. На вот этом вот перекате. Ну, дед уже давно ушел в живой мир. И рыбачит там. А дом вот ветшает потихонечку. Но все-таки стоит. Вот кумашка. Вот лодочка лежит. Открыто шифером. Цветочек какой-то растет красивенький. Интересная парковочка. Вот такая. У этого возика, походу, сдох аккумулятор. Не знаю, что у него сдохло. Но стоит он опасный. Припарковался. Конкретно заехал. Как он так заехал? Оттуда, что ли? Отсюда, что ли, заезжал? Отсюда, по-моему, заезжал. Задом. Специально так надо поставить, чтобы это... Если аккумулятор дохлый. Аккумулятор если сдох, чтобы его завести. А, он, наверное, что. Да, продуманно. Вообще просто замечательно. Коростель, послушайте. Да. Коростель. Коростель. Ну вот мы и пришли, ребят, на местечко. Красота райская, я бы сказал. Прошли по деревне, немного занялись физкультурой. Вся спина мокрая, но ничего. Зато тишина и спокойствие. Рыбу сейчас половим. Вот, ребята, первый пассажир. Давайте потихоньку начинать рыбалку. Рыбалка. Рыбалка. Продолжение следует... 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 Ребят, наконец-то я и пришел На местечко на это, где рыбачили вчера вечером Ну, сейчас будем пробовать Ребят, клянула рыбка На виброхвост Ни на что не клевала На виброхвост клянула Ну, щука Щучка Хоть отцепилась Ну, ладно Ладно, хоть пободались Ни на что не хотела клевать На виброхвост клянула Рыбки пока нет Так что Идем дальше К ручейку сейчас, ребят, подходим Как-то давно, лет, наверное, 15 назад Мы тут шли с отцом Поздно вечером И вот из этого ручья Выбежал ее И плюхнулся в реку Здоровенный бобер Мы тогда вдвоем чуть в штаны не наклали Прям вот Подходили сюда И отсюда он Вылетел Так-дым-так-дым И убежал Вообще Прикольно так было Прикольно так было Здравствуйте Ну, а что, как рыбалка? Что, галавль-то не клюет на фидер? Нет Паразит какой На спиннинг тоже не клюет Ясно Не хочет что-то, но В общем, ребят Итогом стала Одна поклевочка И одна щука, которую я не дотащил Галавль капризничает Брать не хочет Не знаю, что с ним Может быть, он замерз просто с утра Вот, ну, сейчас надо пойти Домой Купить немного чайку И отдохнуть В общем, ребят, я позавтракал И пришел сейчас За баню У нас здесь есть вот такая вот лужа И в ней Водятся Крупные караси Сейчас я возьму удочку И попробую их поймать Ну, вот удочку я собрал Поплавок у меня там здоровенный Вот, и сейчас Целого червя Что-то такие мутанты есть Что еще мудрицы вытащить надо Они выходят вечером Хлеб есть Такие вот А лужа вот такая вот маленькая Ну, будем ждать Фух Волнительно Что-то жрет похоже, да? Ого Вот, ребят, я говорил Ого Карасина какая Хрен вытащишь Вот так Всего червя сожрал О, мощный какой Рыбка там местная Хорошая Мы ее специально разводили Тут так что Давай Беги, родная Родная Мы еще кого-нибудь поймаем сейчас Покрупнее Ух ты Вот он Вот это лапоть Вот это лапоть Клево, ребята Вот это да Это мощь Смотрите какой О, какой большой Капец О, золотой какой Вытаскивай Как я вытащу? Как, как? Вытаскивай, да и все Водить надо Тяжелый Тяжелый Коллективная ловля Да, карася Как и нет Давай Вот смотри Его видно Он ходит Вытаскивай давай Что ты его там водишь Как его вытащишь Он тяжелый? Чего он тяжелый? Да какой маленький Красивый А вы говорили Червяки Золотой карась Сазан Какой долговатый Какой-то горбик Как сазан Таких-то ловил-то Да А он у меня опять фотографирует Да, из зубов Ладно, что со внуком мне фотографировалось Конечно В общем, ребята, половили мы карасей Поели мы бабушкиных котлет И скупались И еще этих самых съем Открыли плавательный сезон Открыли плавательный сезон Да И скупались в реке Хорюзов поели Хорюзов поели И сейчас отдохнувшие Едем домой Марью Васильевну только вот оставляем Давай, бабушка Я не буду плакать Не плачь Не плачь Не буду я Ну все, ребята Давайте Всем счастливо Это самое Ой, что-то я хотела сказать Попробуй вспомнишь, скажешь Все, давай, пока Давай 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 Продолжение следует... Я сначала думал, что это собака Думал, что это собака выбежала из кондуры Это коник Продолжение следует...